В Курской области неспокойно. Российские экипажи Ми-28 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСО в приграничных районах. Сделали это так же мужественно, как и 80 лет назад, когда на этих землях советские солдаты дали отпор фашистам. Жителей области поддерживает вся страна, в том числе и Дагестан. В Курске цирк на время стал центром помощи для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов вооруженных сил Украины. Переселенцы здесь нашли приют. Их обеспечивают всем необходимым. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности у Фериды Алипулатовой. Цирк Курска. Теперь он собирает не зрителей, а тех, кто оставил свои дома из-за нападений ВСО. Сейчас здесь центр помощи переселенцам. Волонтеры круглосуточно раздают еду, воду и предметы первой необходимости. А для тех, кому некуда идти, организован пункт временного размещения. Пятилетний Миша не скоро забудет, как бомбили родной дом, как вылетели стекла из окон его детской. Как и другие переселенцы, он уже привык к новому месту жительства. Тут безопасно и появились новые друзья. Но самый близкий друг Миши, Симба, остался дома. Уезжая, забыли котенка. Он дома остался. Он немножко подрос. И потом он... Папа хотел его позвать, но он не получил позвать. Галине Ивановне 78. В Коренево жила одна, одержала домашних птиц. В пункте временного размещения она почти месяц. Что с ее домом и животными сейчас, она не знает. Но тосковать по ним не перестает. Домой хочется. Скучается? Очень даже. И спать не есть. Очень хочется домой. Ну, все выращенное оставить, как вы думаете. И неизвестно, попадем мы домой или не попадем. Благодаря усилиям волонтеров и поддержке местных жителей, переселенцы получают все необходимое. Уже создана единая система. С ее помощью волонтеры определяют, когда, кому и в каком виде уже помогли. А после формируется заказ по запросу. Здесь собран огромный ассортимент предметов первой необходимости. Столько видов подгузников, питания и средств личной гигиены не встретят даже в специализированных магазинах. Сюда привозят гуманитарную помощь со всей страны. Это уже ночные поставки, которые сейчас будут рассортировываться, систематизироваться и будут формироваться наборы. Смены только сейчас начинаются, подходят. Волонтеры работают от 150 до 250 человек в сутки. И площадка Росгосцирка стала таким местом силы и объединения разных волонтерских направлений, которые работают адресно для тех, кто действительно в этом сейчас нуждается. С чем помочь можно, мы все выполняем. Потому что невозможно не помочь своей стране. Тем более жителям Курской области. Сегодня я была приятно удивлена, когда увидела, что маленькие дети-волонтеры работают. У нас тоже есть дети-активисты, такие же, как и мы. Поэтому, ну, в общем, как бы сказать, все, что делается здесь, всей этой большой-большой командой, я думаю, что это все приведет к нашей победе. Несмотря на оказываемую помощь, нуждающихся становится больше. Потребности растут, а ресурсы ограничены. Что сейчас нужно? Конечно же, это подушки, одеяло, матрасы, комплекты постельного белья. Очень большой спрос, очень быстро все это расходится. И, конечно же, нашим школьникам нужно помочь с планшетами, с ноутбуками, дистанционное образование. Министерство подключилось. Я надеюсь, что они тоже все это отработают. Но это самые большие запросы, которые люди нам передают. А так помогает вся страна. И, проходя даже во время сортировки и отправки, я от многих волонтеров слышу, как они говорят, вы знаете, у нас великая страна, мы уже устали. К вечеру смену никто уже очень тяжело все это физически разгружать и так далее. Говорят, ну, мы хотим это делать, у нас есть силы, все помогают, и мы хотим быть сопричастными. За моей спиной мемориальный комплекс «Курская битва» – символ мужества и стойкости советских солдат, которые 80 лет назад отстояли эти земли от фашистских захватчиков. Сегодня в новых условиях Курская область вновь оказалась на передовой враг уже другой, но, как и тогда, здесь люди не склоняют головы перед угрозой. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать тех, кто пострадал от недавних нападений. Фериде Алипулатова, Камила Гамзатова, Гусен Кулиев. Из Курской области. Специально для «Время новостей». Продолжение следует... Продолжение следует...